Печор Лага Этот сейф стоит тут со времен ГУЛАГа. Наверное, тут находился раньше кабинет начальника управления. И в этом сейфе, я так думаю, он хранил свои какие-то документы. Тут на сейфе остался штамп. Написано, что он произведен в Кировской области на улице Большевиков. Он достаточно толстый и до сих пор тут стоит по причине его неподъемности, потому что не смогли его вынести, когда уже стало здание школы. Не смогли вынести, так как очень тяжелый. Здание 49-й школы изначально проектировалось как учебное заведение. Правда, позже было решено организовать здесь управление Печор Лага. Помещения не хватало. Кабинет начальника располагался на втором этаже. Рядом конференц-зал, который украшали 22 фрески. Фрески эти, в данном случае, вот эти фрески, были сделаны в лепильной мастерской Мартына Шламовича, художника. Лепильная мастерская находилась на территории бывшей ЦРМ, поселка Печора. И монтировалась она бригадой Геннадия Сарсуддинова, тоже заключенного. Эта бригада Сарсуддинова не только делала здесь отделку этого здания, лепные и наружные, и интерьерные. Кроме того, она занималась отделкой и Дома культуры железнодорожников, и больницы номер 8, и вокзала. То есть, вот они город наш украсили достаточно. Спустя 10 лет, в 1957 году, здание передали школе. Конференц-зал разделили перегородкой. Фрески в результате многочисленных текущих ремонтов учреждения исчезли под толстым слоем штукатурки. То, что здесь Тычина Олег Федорович постарался завучить школу, он специально даже для этой цели сам изготовил инструменты, чтобы не повредить эту основу. Все, слой за слоем, кропотливейшая работа. На лесах это все на день сделано. Посмотреть на сохранившиеся со времен ГУЛАГа фрески приезжают с разных уголков нашей страны. Ведь на них живая история. От начала освоения Крайнего Севера до снабжения фронта углем. Известно, что во время строительства участка железной дороги Кожева-Воркута погибло огромное количество заключенных. Вот если мы историю учим по учебникам, то здесь мы ее видим, прямо как строилась эта железная дорога, так как она в то время была очень важна для России. И, конечно, очень интересна. Иногда детям, вот я привела свой класс, когда начала рассказывать, они так удивились, так внимательно слушали. Ну надо же, мы вот здесь занимались информатикой и даже не обращали внимания, это так интересно, вот это все. Строительство здания началось в далеком 46-м и завершилось спустя год. Рядом расположились шлакоблочные здания. В них были размещены политотдел, архивная база и бухгалтерия Печорлага. В следующем году школа отметит юбилей. В связи с этим старшеклассники готовят историческую программу с целью передачи знаний родной альма-матер своим младшим преемникам. В свою очередь сотрудники Печорского историко-краеведческого музея надеются, что школа номер 49, как свидетель истории, сохранится для наших потомков.